Беседа 5. Бытие 1.9. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. Вот и сегодня предложим вашей любви трапезу и слов блаженного Моисея, и рассмотрим тщательно, что создал Господь в третий день. Если выкапывающие золотоносную землю, как увидят, где жилы с частицами золота, не прекращают это занятие до тех пор, пока поднимая землю и спускаясь в самую глубь, не достанут оттуда большого количества золота, то тем более нам, ищущим не золото, но надеющимся найти несказанное сокровище, нужно каждодневно разыскивать его, чтобы, получив таким образом великое духовное богатство, с ним возвратиться домой. Так чувственное богатство часто подвергает своих владельцев опасностям, а еще прежде опасностей достаивая им малое удовольствие, вдруг улетает от них, потому что или нападают обманщики, воры и разбойники, или слуги, сторожа, похищают его и убегают. Но здесь ничего такого не может случиться. Это духовное сокровище не может быть похищено, и когда будет положено в кладовых нашего ума, то недоступно для всяких козней, если только мы по своей беспечности не допустим к себе того, кому сильно хочется похитить его у нас. Враг наш, злой дьявол, когда видит собранное духовное богатство, приходит в ярость, крежещет зубами, и неусыпно старается как бы найти удобное время и похитить что-либо из сокрытого внутри нас. А никакое время так неудобно для него, как то, когда мы беспечны. Поэтому мы должны непрестанно бодрствовать, и заграждая ему доступ к нам, если он увидит, что мы бдительны и соблюдаем великую осторожность, и после одного или двух нападений заметит, что напрасно он усиливается, то, наконец, отступает со стыдом, зная, что не будет ему никакого успеха, потому что мы весьма осторожны. Итак, зная, что мы всю настоящую жизнь должны проводить в войне, будем вооружать себя так, как будто враг стоит перед нами и непрестанно наблюдает, не задремали ли мы немного и не открыли ли ему возможности нападения. Не видишь ли, что имеющие много денег, когда ожидают нападения неприятелей, прилагают великую заботу о их сохранении. Иные скрывают их за дверями и запорами, и всячески обезопасиваются, другие закапывают даже в землю. Так, чтобы никто не мог найти их. Таким же образом следует и нам, собрав богатство добродетели, беречь его с великой тщательностью и не выкладывать на глаза всем, но скрывать его в самом надежном хранилище ума и заграждать все входы, пытающемуся похитить его, чтобы, сохранив это богатство в целости, могли мы, при перемене здешней жизни, иметь некоторые запасы на этот путь. Проживающие на чужой стороне, когда хотят возвратиться в свое отечество, задолго стараются из подваль собрать столько запасов, сколько достало бы им на всю дорогу, чтобы не подвергнуться голоду. Точно так и нам, живущим здесь, как в чужой стороне, все мы действительно странники и пришельцы, надо бы здесь уже заботиться и заготовлять себе духовные запасы, состоящие в добродетели, чтобы, когда Господь повелит нам возвратиться в свое отечество, мы были готовы, и часть этих запасов взяли с собой, а другую отправили наперед. Свойство этих запасов таково, что мы приготовим себе совершением добрых дел, кто предупредит нас там, отворит двери дерзновения пред Господом и откроет вход, так что мы войдем совершенно безбоязненно и найдем великое благоволение у судьи. А чтобы знал ты, возлюбленный, что это точно так, подумай только, что подающий щедрые милостыни и здесь живет с доброй совестью, и когда переселится отсюда, находит великую милость у судьи и услышит вместе с прочими эти блаженные слова «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо Алталя вы дали мне есть». Такую же награду получит каждый за другие добродетели, так будет и за исповедание грехов, и за усердные молитвы. Если мы в настоящей жизни успеем омыть грехи исповедью и получить прощение от Господа, то отойдем туда чистыми от грехов и найдем себе великое дерзновение. Но невозможно найти на том свете какое-либо утешение тому, кто в настоящей жизни не омыл грехов, потому что во гробе сказано «Кто будет славить тебя?» Псалом 6.6. И справедливо, здешняя жизнь есть время подвигов, трудов и борьбы, а та – время венцов, наград и воздаяний. Будем же подвязать, а пока еще находимся на ресталище, чтобы в то время, когда должны получить венец и награду за труды, быть нам в числе неосуждаемых, а тех, которые с дерзновением получат венец на голову. Это сказал я вашей любви не даром и не напрасно, но потому что желаю каждый день напоминать вам о добрых делах, чтобы, делаясь лучшими и совершенными и сияя добродетельной жизнью, вы стали безукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными и светили, как светильники в мире, уча словом жизни в похвалу нам в день Христов, чтобы одним видом своим приносили вы пользу тем, кто бывает с вами, и чтобы вступающие в беседу с вами получали общение в присущем вам духовном благоухании и добродетельной жизни. Как сообщество злых вредит имеющим сношение с ними, по слову блаженного Павла, ибо худые сообщества развращают добрые нравы, 1 Коринфянам 15-13, так и сообщество добрых весьма полезно сближающимся с ними. Поэтому человека любивый Господь наш и попустил жить добрым вместе с злыми, чтобы эти получили пользу от сообщества тех и не оставались навсегда в грехе. Но, имея постоянно перед глазами пример их, извлекали из него в себе назидание. Сила добродетели такова, что и не делающий ее весьма уважает ее и относится к ней с великою похвалою. Равномерно и порог. Постоянно осуждается даже теми, кто предан ему. Так он для всех ясен и очевиден. И едва ли кто станет, когда хвалится им. Но удивительная вещь, что замышляет на деле выполнить, то часто порочат словами и старается скрыть от народа. И этим Бог показал свою любовь к роду человеческому, что в каждом из нас поставил нелицеприятное судилище, совесть, которая делает строгое различие между добром и злом. А это-то особенно и лишит нас всякого оправдания, что мы впадаем в грехи и не по неведению, но по беспечности душевной и по нерадению о добродетели. 34. Имея это в уме своем, ежечасно будем усердно заботиться о своем спасении, чтобы между тем, как время проходит, мы незаметно не причинили себе величайшего вреда. Но для вступления довольно. Послушаем, если угодно, что это такое, чему и сегодня хочет научить нас благодать духа у сам Моисея. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так. Смотри, возлюбленный, какой здесь прекрасный порядок и последовательность. Сначала Моисей сказал, что земля была невидна и пуста от того, что покрыта была тьмой и водами. Потом показал, что Бог во второй день повелел быть твердей, сделал разделение между водами и твердь назвал небом. А теперь снова преподает нам учение, что в третий день Бог повелел, чтобы находившаяся под небом или твердей вода соединилась в собрание едина, открыла свободное место. И явилась суша и стало так. Так как доселе все наполнено было водой, то Бог повелевает этому множеству воды собраться в одно место, чтобы таким образом открылась суша. Замечая, как он мало-помалу выказывает нам благоустройство и красоту земли. И стало так. Как же? Так, как повелел. Господь, он сказал только и последовало исполнение. Это-то и свойственно Богу распоряжается тварями по своей воле. И собралась, сказано, вода, которая под небом в собрание свое явилась суша. Как по отношению к свету Бога, когда повсюду была тьма, повелел явиться свету и сделал разделение между светом и тьмой и назначил первый для дня, а последний для ночи. И как опять по отношению к водам, когда произвел он твердь, то одним водам повелел занимать места выше, а другим быть ниже тверди. Так и теперь. Этим самым водам, которая под тверди, повелевает собраться в одно место, чтобы открылась суша, и чтобы потом и ей дать свое имя, как это было со светом и тьмою. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Вот и воды получили свое имя. Как отличный художник, когда намеревается устроить по правилам своего искусства какой-либо сосуд, не прежде дает ему название, как окончить его совсем. Так и человека, любивый владыка, да то ли не дает название стихиям, пока своим повелением не поставит каждую из них на свое место. Затем, когда земля получила свое имя, и пришла в надлежащий вид, удостоились своего названия и воды, собравшейся вместе. И назвал, говорит, собрание вод морями. И прибавил он, и увидел Бог, что это хорошо. Так как немощная природа человеческая была не в состоянии, достойно, посхвалять создание Божие, то Божественное Писание наперед показывает нам, как они похвалены самим Создателем. 36. Когда знаешь, что твари оказались прекрасными перед самим Творцом, то тем более будешь удивляться им, однако не будешь в состоянии прибавить что-либо к их похвале и прославлению. Такого ты имеешь, владыку, совершающего такие дела, что они не могут принять от нас похвалы. И подлинно, как может человеческая природа достойно восхвалить или прославить дела Божии? 37. Усматривая и из последующего неизреченную милость великого художника Бога, как открыл он нам лицо земли, то уже дает ей своим повелением надлежащее благолепие, украшая лицо ее разнообразными семенами. 38. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породы и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. Что значит стало так? Повелел, то есть, Господь, и земля тотчас почувствовала болезнь рождения и приготовилась к произращению семян. И произвела зелень, земля, траву, сеющую семя, породы по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, порода его на земле, и увидел Бог, что это хорошо. Подумай здесь, возлюбленный, как земля, все произвела только по слову Господа. Еще не было ни человека, делателя, ни плуга, ни рабочих волов, ни другого попечения, но лишь услышала земля повеление и тотчас исполнила свою обязанность. Из этого познаем, что и теперь приносит нам плоды не рачительных земледельцев, ни труд, и вообще не изнурительная работа по возделанию земли, но прежде всего этого Слова Божия, сказанное ей в начале. С другой стороны, исправляя впоследствии неразумия людей Божественное Писание, обстоятельно излагает нам все по порядку, как что было, дабы устранить пустые толки тех, кои по своим соображениям утверждает, будто для спелости падов требуется только действие Солнца. Есть и такие, которые осмелятся приписывать это даже и некоторым звездам. Поэтому Святой Дух научает нас, что до сотворения этих стихий земля повинует слову и повеление его произращать всякие семена и не нуждаясь ни в каком другом содействии. Для нее вместо всего довольно было одного этого Слова Божия «Да произрастит земля траву». Итак, будем следовать руководству Божественного Писания и никогда не станем слушать тех, которые без разбора говорят все, что так им вздумается. Пусть возделывают люди землю, пусть пользуются содействием животных и прилагают большую заботливость, пусть в воздухе будет благорастворение и соединятся все прочие обстоятельства. Если не будет соизволения владыки все тщетно и напрасно, и от множества трудов и усилий не последует никакого успеха, если рука Вышнего не может и не даст зрелости посеянному. Кто не изумится и не удивится при мысли о том, как Слово Господне да произрастит земля траву, сошедши в самые ущелья земли, украсило лицо ее, как бы чудную какой мантией разнообразными цветами. И вот прежде безобразная и неустроенная она вдруг получила такую красоту, что почти может состязаться с небом. Как это спустя немного имеет украситься разнообразными звездами, так и она красовалась теперь таким разнообразием цветов, что и самого Творца побудилось похвале. И увидел сказано Бог, что это хорошо. Видишь, как Моисей при создании каждой твари представляет Создателя похваляющим ее, чтобы впоследствии люди, зная это от твари, восходили к Творцу. Если твари таковы, что превышают природу человеческую и никто не может достойно восхвалить их, то что сказать о самом Творце? И был вечер, и было утро, день третий. Видишь, как Моисей частым повторением учения хочет вкоренить в нашем уме значение того, о чем говорится. Надлежало бы сказать и был день третий. Но вот она каждом мне говорит так же, как и здесь был вечер, и было утро, день третий. Это не без причины, и не без цели, но чтобы мы не нарушали порядка, и не думали будто с наступлением вечера оканчивается и уже день. Но знали бы, что вечер есть конец света и начало ночи, а утро конец ночи и полнота дня. Это именно хочет внушить нам блаженный Моисей словами был вечер, было утро, день третий. И не удивляйся, возлюбленный, что Божественное Писание многократно повторяет это. Если после такого повторения объятый еще заблуждением и ожесточившееся сердцем иудеи пытается спорить и считает вечер началом наступающего дня, обращая и обманывая самих себя, продолжает сидеть в тени, когда истина сделалась столь ясной для всех и пользуется свечой, когда солнце правды повсюду разливает лучи свои, то кто мог бы вынести упорство неблагодарных, если бы Моисей предложил это учение не с такой точностью, это обличение златоуста падает и на тех толкователей, которые при объяснении истории творения начинают подобно иудеям счет дней или суток с вечера, но они пусть ожидают воздаяния за свое безумие, а мы удостоившиеся принять лучи солнца правды, будем следовать учению божественного писания и руководствуясь правилом его, сложим здравые догматы в сокровищницы нашего сердца, а с их наблюдением соединим великую заботливость о своем спасении и будем избегать того, что вредно для душевного нашего здравия, воздерживаясь от всего такого, как от смертоносных ядов, этот вред гораздо более значит и востолько боли, во сколько душа выше тела, ей яды причиняют телесную смерть, а вредное для душевного здоровья наносит нам смерть вечную. Что так вредно нам? Многое и разнородное, но более всего пристрастие к человеческой славе и неумении пренебрегать ею. Эта страсть причиняет нам много зла, и если мы имеем сколько-нибудь духовного богатства, она истощает его и лишает нас проистекающей отсюда пользы. Что может быть гибель отнимает у нас и то, чем мы кажется обладаем. Так фарисей тот сделался хуже мытаря, потому что не мог удержать своего языка, но через него, как через какое-нибудь отверстие, просыпал все свое богатство. Таково зло тщеславие. Скажи мне, почему и для чего ты ищешь похвалы от людей? Разве не знаешь, что эта похвала та же как тень или что-либо еще более ничтожное разливается по воздуху и исчезает. Притом и люди так непостоянно изменчивы. Одни и те же одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают. С божественным судом этого никогда не может быть. Не будем же безрассудны, не станем напрасно и в суе обманывать сами себя. Если мы делаем что-либо доброе, но делаем это не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа и быть известными ему одному, то мы напрасно трудимся, лишая сами себя плода от этого доброго дела. Делающий что-либо доброе для получения славы от людей, получит ли ее или нет, а часто бывает, что при всех условиях не может получить ее. Так, получит ли или нет, пользуются уже здесь достаточные награды, а там не получит никакого воздаяния за это дело. Почему? Потому что сам наперед лишил себя награды от судьи, оказав предпочтение настоящему перед будущим. Славить человеческое перед приговором праведного судьи. Напротив, если мы делаем что-либо духовное для того, чтобы только угодить тому неусыпающему оку, перед которым все обнажено и открыто, тогда и сокровище у нас остается неприкосновенно, и будущее награды несомненно, и доброе ожидание этого само по себе уже доставляет нам великое утешение, и кроме того, что эта награда соблюдается нам в безопасном хранилище, может явиться вместе с тем и слава человеческая, ведь тогда мы и пользуемся ею в большей мере, когда пренебрегаем ею, когда не ищем ее, когда не гоняемся за нею, и что удивляешься, что так бывает у ведущих духовную жизнь, когда очень многие из миролюбцев более всего гнушаются и презирают тех, кто домогается славой от людей, найдешь даже, что над такими людьми все издеваются за их тщеславие, что же будет жалче нас, если мы, посвящая себя духовной жизни, станем подобно этим людям домогаться славой от людей и недовольствием похвалою от Бога. Так и Павел говорит, которого похвала не от человеков, но от Бога. Римлянам 2.29 Не видишь ли, возлюбленные, как и на конских христалищах, погоняющие кони, не обращают внимания на то, что весь сидящий тут народ рассылает бездну похвал и не чувствует удовольствия от этих похвал, но смотрят на одного только царя, сидящего посреди, и, внимая его мановенья, и прегирает всю толпу, и тогда только величаются, когда он возложит на них венки. Им-то подражай, и ты не дорожи людскою славою, и не ради ее твори, добродетель, но ожидай приговора от праведного судьи, и, внимая его мановенью, так устрояй свою жизнь, чтобы тебе и здесь постоянно питать добрые надежды, и там наслаждаться вечными благами, которые получим всем и по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.